Короче, вся речь про кгисские модули. Кто занимался, например, конвертацией в формат поле? Я плагин даже написал. Ты плагин даже написал? Ты тоже что делал? Молодец. Так, ну вот, значит, я в 2008 году, это был первый мой плагин в кгисе, и я его написал, потому что я только начал заниматься ССМ в 2008 году, как сейчас помню, и, короче, что-то надо было, я не помню что, но вот уже тогда этот плагин проявился, а неделю назад я решил переписать, то есть сколько лет прошло, да, 9 лет прошло, вот, там какие-то тикеты накопились, еще что-то, короче, это такой продвинутый экспортер в поле формат. Поле формат это такая штука, которая, я просто не знаю, сколько надо бэкграунда по каждому из плагинов давать. Кто сейчас понимает, что такое поле формат, я не понимаю. Ну, будем все время заниматься образованием сначала. Ну, короче, поле формат такой специальный формат, который осмиро изобрели, они много своих форматов изобретают, но одни из них нет, поле формат. Он служит для того, ну, он нужен потому, что некоторые, некоторые утилиты, типа, там, осмозис, там, осмоконвейер, там, еще другие, они его используют для обрезки данных, вот. И вот Артем скажет, где Артем? Артем, скажи, как сейчас надо конвертировать поле? Мы в метро ехали, ты мне говорил. Надо из кугиса экспортировать геоджейсон, потом геоджейсон прикрываешь джоссом. Открываешь джоссом, рисуешь фигуру, сохраняешь как поле. Нет, это другой, более такой, выигрышный способ рассказывать. Нет, погоди, тут у тебя готовый есть некий полигон. 120 шагов. Здесь некий готовый полигон, да, ты хочешь его использовать в качестве обрезка, ну, в шейпфайл. А, ты берешь кугис, открываешь геоджейсон, открываешь джоссом и сохраняешь как поле. Вот такой, да, в маршрутках, да. Слушайте, да, это очень просто. Блин, ну это вообще засада, потому что нельзя как-то сжать, я не знаю. Потому что я не могу даже посмотреть, что там с сетью. Я могу попробовать, но за результат не отвечаю. Чего? Ну, как бы вот громкость у него вертится. А, ну, а вот геометрия экрана... А вот по меню это сложнее. Черт, я даже не... Меню. О, так легче! О, отлично, да. Сейчас я попробую покинуть меня. Ну вот, значит, интернет пропал. А, потому что я его понял. Он работает, я просто хотел подложку подключить и... Короче, такие демо, они никогда не работают на самом деле, да? Не надо их пытаться делать. Но я все время тоже похудел, потому что иначе... Ну, тогда просто я поработаю, если не надо. А там не было заклада, там было... Все нормально. Так, ну, в общем, как это работает? Просто берете, допустим, там... Есть у вас какие-нибудь данные, которые вы хотите в полеформат сконвертировать? Вот у вас прямо зачесалось, и вам нужно... Ааа... Чего-нибудь там... В этот формат... Чего-нибудь... Так, пардон. Ничего. Не обращайте внимания сейчас. Мы возьмем какой-нибудь... Какой-нибудь объект... Желтый. Заграним его в какой-нибудь тестовый кусочек данных. Заметьте, он один-один не добрал. Да. Просто, чтобы со всем слоем не работать. Часто встречали мы объекты. Да. Все равно все не помещается. Сейчас мы попробуем... Видимо, его. А это точно быстрее, чем Артемом сказать? А Вы можете шутить за... Артем это уже на дело. Сколько лет, сколько этот плагин к... Где живет этот, понимаешь? Все твои аргументы, они, как-то... Смешные. Пришлете 15-20 тысяч человек его используют, понимаешь? Вот. А после этого обновления, которое я хочу показать... Никто не будет. Сразу... Снижение... И он просто делает следующее. Столько, сколько у вас есть полигонов, он просто экспортирует нужную папку. Всё. У меня вопрос. Он может брать объекты из временного слоя? Не знаю, попробуй. Он так назвал, потому что там кириллица в названии слоя. Он даже сегодня не выпал, уже прогресс. Это тот самый полиформат, это просто разложенные в вертексы, некий полигон, который первый. Так он его надел, но он один и есть. Ну и там тоже Enter и Enter. Достаточно просто, на самом деле. Вот его можно брать и уже использовать для обрезки. А телесу нельзя так же взять? В смысле взять? Возьми, я же не против. Кто же против? Никто не против. Значит, что новое? А новое, появились такие штуки. То есть вы, например, можете, на самом деле, теперь есть поддержка вот такого. Сейчас будет. Надо выделить. Чтобы нарисовать внешнее кольцо, надо добавить, ну естественно выделить, потому что непонятно здесь ничего. Это внешнее кольцо как бы рисуется, да? О, это от другого модуля, не обращайте внимания. Так, вот. И теперь мы просто, хоп, то же самое делаем. Видите, он говорит, один объект остался. Столько манипуляций, объект как был один, так и остался. Это такая штука в ГИСах, составной геометрии сложная. А что всё работает? Я очень шокировал. Можно просто начать уметь? Ааааа, ты не понял? Это вопрос этой встречи вообще. Всё объяснило. Всё очень просто. А теперь мы смотрим то же самое, да? А что у тебя с кодировкой? Я говорю, не обращай внимания. Поддержку. Да, можно поработать. Глубокая поддержка. Не, ну потому что я могу, блин. Ну ёлки-патты. Исправление проблем очень простое, как бы. Просто идёшь и здесь говоришь, не вот F8, это у меня старые какие-то данные, поэтому я даже в этом, в Windows кодировке. И всё. И всё. Аааа, не знаю. Слушай, ну не всё сразу, смотри, это очень, очень большое достижение. 9 лет прошло. С 8-го года. А ты с какими-то несущественными этими. Вот у меня вот этот вопрос волнует. Зачем людям полифайлы? Я же объяснил в самом начале. Люди режут всё подряд. Узнать зачем. Всех подряд. Делают полифайлы. Делают полифайлы. А? Ну как? Мы ещё раз обсудили как-то. Вручную рисовать? Да. Ну нарисую. Сколько? Подожди. Вот давай вот мы попросим тебя такое же в этом нарисовать. Сколько здесь узлов как бы, а? Пойди порисуй называется. Не, ну можно же обрезать все. Даже если по узлов он в кое-фрадах поумаешься. Я не знаю. Руками рисовались. Нет, хорошо. Слушай, у нас что-то страшное сделает. Не важно. Не будем это показывать. Короче, это тоже часть формата полифайлы, которая позволяет на самом деле не просто полифайл как бы сделать, а ещё и указать, какие полигоны ты хочешь вырезать из него. Ну избавиться от каких частей. Полифайл пойдёт? А теперь это поддерживается. А может он так может? Я не знаю. Если чё-то не может, то включаешь планин. Какие-то критики собрались. Если планин или нет, пишешь планин. Критики собрались. Здесь же планин для его команд-лайн. И скриппинг. Берёшь на джанскую тему. В поле формат. Смотрите. Вот. Вот это тебе реализовано. Официальный формат. Показываю его в сайт OpenStreetMap. Теперь ты признаёшь за то, что он может существовать? Вот здесь про меня пишут. Меня метафизик интересует. Здесь это пишут. Но это не я писал. Я тут планин умею, что-то ещё интересное, кроме как экспортирую с полифайлами. Это UnixWay. Зачем ещё что-то? Конечно. Даже в Пайт. Ван Фича. Вот. Ван Фича. Вот. Мне кажется, это прикольно. И, короче, для чего это было сделано? Для того, чтобы когда на самом первом этапе, когда в 2008 году мы начинали эти вырезки делать, да? И мы держали, на самом деле, все границы объектов в большом shape-файле. Ну, с границами там чего-нибудь. Вот. И нужен был способ, как бы, регулярно обновлять этот shape-файл и регулярно выкидывать, ну, большое количество полифайлов. Вот. Для этого он был написан. Поэтому так и работает. По каждой записи он идёт и экспортирует. Ну, вот тогда вот такие дырки никому не надо было вырезать. А сейчас что-то понадобилось. Замучили на GitHub просьбами. И вот наконец-то сделали. Это как бы первая такая штука. Погоди. Тут самая главная иконка изменилась. Ну, иконка, да. Женя уже подразумевал мне красочное название. Не будем говорить, какое. Иконку поменяем. Ладно. Переходим к другому плагину. Тоже, кстати, про OSM. Половина плагинов про OSM. Меня это пугает. Вот. Называется OSM-info. Он был. Я говорю, этот плагин, в принципе, давно написан. Это то, что за две недели последний как бы появилось у них. То есть это, на самом деле, новости. Я понимаю, что некоторые не знают, что такое Polyfile. OSM-info тот, при котором говоришь, тот самый крутой плагин. Такой плагин, который позволяет как бы в любом месте. Вот смотрите, у меня сейчас растровая подложка. Вот, допустим, у меня ничего нет. Давайте по-другому. Кто знает, что такое OSM-info? Кто пользуется этим? Нет, давайте так. Кугисер. Кто пользуется? Один человек. Герой. 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 Ну все, позор. Короче, это все повод им пользоваться. Ну, потому что такого нет нигде больше, вы понимаете? Нету плагин. Джоссом еще не знаменит. Джоссом? Мы уже обсудили. Он как бы не нужен для этих операций. Послушай, в Джоссе такого нет. Так вот. У вас есть некая... То есть этот плагин, он меняет концепцию, как вы работаете вообще с геоданными. В принципе, да? То есть раньше у вас какая была концепция в GIS? Ну там, мы загрузили какой-то слой и хотим определить информацию по объекту какого-то слоя. По объекту слоя. Мы там щелкаем по нему и смотрим, что там в атрибутирной таблице. Что-то может быть в атрибутирной таблице, что-то может не быть. Там много-мало информации и так далее. Но у нас все время там есть вопрос локализации. Например, какие-то объекты, а где они там располагаются? Да? Вот. И этот вопрос... На него нам хочется там получить ответ. Если раньше мы... Как мы решали эту задачу? Как мы на этот вопрос отвечали? Мы еще больше начинаем этот слоев подгружать. Ну типа потому, что вы загружаете какие-то полигоны и у вас вопрос там, в какой области эти полигоны? Вот. И вы можете там загрузить границы областей, да? Но следующий вопрос будет, а в каком районе там это находится и так далее. Ну там по административному делению. Вот. То есть сейчас в принципе эта задача как бы становится, ну она переходит как бы на некий другой уровень. Потому что есть OpenStreetMap и есть сервис там Overpass, который позволяет создать запрос, отправить его на как бы к Overpass серверу, вернуть всю информацию в этой точке. Такой Cloud Identification, как я его называю. Вот. И допустим, OSM-info. Это сейчас рассказывает, что уже в принципе давно было, да? То есть OSM-info позволяет взять и там... Единственное, сейчас будет неправильный этот... Язык. Язык. Потому что... То есть неправильная демонстрация, потому что я это хотел потом показать. Сейчас мы на английский переключимся. Быстренько так. Быстренько. Вот так вот. Безиминутный перерыв. Да. Он позволяет быстро так, раз так, быстро посмотреть информацию про точку. То есть обратите внимание, я ничего не погружаю, я ничего не делаю, да? И вы просто меня там интересует, вот, что там в рендерер выводит, не выводит, какая там информация. А потом повторяет так, раз, сделает, хоп. Тут он скажет нам неправильные координаты. Правильно. Почему? Потому что система координат. Пардон. Хоп. Видите, как быстро есть правильный шип? Никто не успел подумать, что все плохо. Вот. И вся информация, как бы, из OpenStreetMap, она сюда подсосалась, да? И показывается геометрия объектов, которые... Ну, как бы, в эту точку... Какие relation попадает эта точка там... Что-что? Южный картофан. Картофан, да. Картофан, да. И геометрия объектов показывается, показывается вся вложенность, да? Административная и так далее. Вот. Ну, а если мы хотим там другую категорию объектов там посмотреть, и подробнее об их информации. Какой это аэропорт, да? Сейчас попробуем. Не знаю, будет работать не будет. Он вообще пропал, короче. Слишком большой зум. Тортофан. Да. Тортофан. Тортофан какой-то произошел. Ну, давай. В Европу впереди тут. Ты не найдешь его уже. Да, это суда плохая модель. Так, что ты мамы открылись. Пока ты его искал. Раз. Почетче надо попасть. Прям в центр самолета. Нет. Переходим в Европу, потому что там может быть 10 километров было. Если эти модули нажать в здании какой-нибудь с адресом, он же адрес здания не выдаст? Вот сейчас мы попробуем. Вот смотри, вот сейчас мы как бы есть некий... А вот Overpass в каком режиме адрес дома не выдает? Ну, тут зависит от того... Может быть он начал выдавать? Сейчас посмотрим. Я убью. Ну, естественно, это некий запрос, да? Поэтому он там снимает. Вот. Вот он вам показывает там не только, а всю административную вложенность этого объекта, но и... Ну, не обайпфитчерс, так что называется. То есть какие объекты рядом с этим находятся. Какой-то дом, какая-то дорога. Вот. И вы можете там про него все посмотреть. Круто! Вот. Но это просто как бы... Ну, это базовая функциональность. На самом деле вот из такого нового хорошего появилось две вещи. Вот. Значит, первое это... Ну, тот, кто им пользуется... Я так прав, что никто не пользуется. Ничего страшного. Сейчас такая появилась классная вещь. Все административное деление ранжируется. Вот. Если раньше он выдавал в том порядке, который он получал от оверпасса... Да? Илья, мы это обсуждали. Ты помнишь? Вот. То есть сейчас оно ранжируется, и там Российская Федерация находится в самом конце списка, да? А городской округ в начале. Вот. То есть тот минимальный уровень деления, который он входит, он здесь, да? А дальше мы начинаем там щелкать, и можем посмотреть, куда там еще входит. Входит Целикамский городской округ. Входит Пермский край, Уральский экономический район, Волжский федеральный округ, там какой-то там часовой пояс. Вот. И так далее. Ну, то есть это типа круто, в самом деле. Поверьте, поверьте. Параллельные уровни деления. Мы долго это делаем. Что там? Параллельные уровни деления он как сортирует. Что значит параллельные? Ну, федеральный округ, ты военный. Это же они... Они сортируются по двум вещам. Они сортируются по add-on-level, есть такой, значит, параметр... Они у военных и федеральных не одинаковые? Ну, вот сейчас. Есть такой админ-левел, да? Да, это понятно. Нет. А еще они сортируются по площади, на самом деле. Вот. Поэтому, в принципе, можно сортировать и вот эти вещи, у которых админ-левела нету. Это позволяет как-то более так воспринимать информацию. Просто раньше этого не было. И это типа радует. Вот. А вторая вещь, которая тоже приятная, это то, что если мы на самом деле с вами русскоязычные и хотим по-русски как бы шпрехать с системой, ну и смотреть информацию на русском, то если у объекта... Я кудист для того, чтобы переключить язык интерфейса, можно перегружаться. Вот. А, такая фича. То если мы хотим почитать про какой-нибудь там Судан на родном языке, то мы хопа щелкаем и хопа он нам показывает по-русски. Здорово? Все поняли, что произошло? Я name.ru потянул. Да, он потянул name.ru. Там, где, собственно, суть в чем, в том, что у каждого объекта в Восми есть куча вот этих name-тегов, да, со своим языком. Вот. И вы можете подтягивать из него как бы язык. Ну, понятно, что, ну, когда интерфейс вы там быстро какие-то объекты там изучаете, он неудобно это все время раскрывать, там, смотреть. То здесь он просто смотрит локаль как бы программы, да, и их делать. Все. Времени очень много, наверное, да, входит. Я не слежу, вы мне говорите. Так, один был QMS. QMS мы сегодня зарелизили. QMS это у нас самый, самый наш крутой плагин для QGIS, самый популярный. Вот. А? Да. Ну, там, если Open вот этот вот экспортер мой знаменитый, он там 15 тысяч человек за 9 лет скачало, то здесь за один год как бы 30 тысяч там человек пользовался QMS. Я смотрел, да, да. Вот. Это QMS. QMS такой удобный способ подгружать картографические подложки в QGIS. Да? Вот. Вообще тут недавно Аргис открыл и понял, что мне вот, 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 вот. Тупо не хватает возможности подключить просто. Welcome. Тупо карта DB. Да. Ну вот, а вот эта штука, она для этого и сделана. То есть мы все время, то есть концепция какая? Открыл Аргис и закрыл он сразу. Да, закрывай, открывай. А у меня это сегодня так и случилось, что ты его открыл. Кто-нибудь портит с этой штукой? Нет? Да. Да. Максим. Просто скажи, что наконец появилась возможность вбить в кастомный угол. Да, да. Нет, она была, она всегда была эта возможность. Она всегда была. И вот, как бы, ну просто людям, может быть, бэкграунд интересен немножко? Или нет? Интересен. Я могу сразу про новости тогда. Вот. Значит, бэкграунд такой, что люди, как бы, на самом деле, я понял, как бы, вот, за многие годы, как бы, работы в этом все, что люди вообще не хотят заморачиваться с добавлением каких-то слоев, что-то там подключением и так далее, да. Почему SM, как бы, отчасти так популярен? Почему у них другая, как бы, концепция? Там все в одной базе, как бы, эта база, вот, все с ней работает. Там нету вообще концепции, как бы, ну, кроме как там подложить снимки и начать что-нибудь по ним рисовать. Вот. У них такие очень рудиментарные понятия о том, что, ну, вот, как у нас есть специалисты настоящих картографов. Вот. У них нет таких понятий, что информация разбросана по миллиону различных слоев, и мы должны ее, там, из разных собирать, там, и так далее. Ну, так вот. Сейчас, в современном, как бы, мире люди, на самом деле, ну, этот некий виток совершают следующий, когда этих картографических подложек с той или иной информацией, их становится очень много, да, и люди забывают о том, что, ну, как бы, они хотят, на самом деле, забыть о том, что их нужно откуда-то, там, ну, загружать, там, где-то выискивать и так далее. Они хотят иметь какой-то центральный репозиторий, грубо говоря, да, с этими самыми подложками. Ну, это по принципу порядка, 80% потребностей, я думаю, что это может, там, удовлетворить. Ну, почему этот плагин так, собственно, популярен? Потому что он, собственно, представляет такую попытку собрать все в неком едином удобном виде. Можно, в принципе, то, что можно теперь удалять. Да-да-да, вот, и, собственно, ну, как вы видели, там, я подружал мапник, да, но также здесь миллион, там, разных других подложек, вот, все, кому не лень, там, свои подложки сюда присылали, есть способ, это открытый, как бы, репозиторий, в принципе, любой человек может свой картографический, свой сервис картографический сюда законтрибьютить, чтобы он попал, как бы, в дерево вот этих вот самых слоев. Вот, видите, Google нам признал. Это шутка, это шутка, да. Есть, как бы, мелкие улучшения эволюционные, а есть революционное видение, как бы, всего. Я вот, отчасти, начал расслаблять, но это видение, как бы, всей картины. А технологически следующее, значит, ну, вы поняли, да, что такое, как бы, Quick Map Service. Это такой способ быстро подгружать, там, на, там, любую территорию. Я не знаю, что там, Мабокс есть у нас. Да, спутник там есть. Мабокс что-то не работает, ломался. Спутник сейчас подгружаю. Карта спутника. Нет, ну, со спутником уже... А, или он на всю, на весь мир? На весь мир. Да? Вот. Ну, типа, спутник, да? Говорит, спутник и заработал. Ну, ну, естественно, там, сервера, там, ломаются, там, и так далее. Ну, вот, быстрый способ, да? То есть, еще раз, значит, если раньше надо было так, как-нибудь в путник загрузить? Ну, ты должен создавать файл для GDAL в XML, там, такой формат, туда ставляешь эту строку, и потом этот файл загружаешь. И вот, значит, сейчас есть некий центральный репозиторий с этой штукой. Вот. Вот. И так, из такого нового, чего я хотел показать, собственно, вот, сегодня за релизом новой версии этого плагина, где можно, собственно, делать две вещи. Первое, вы можете быстро создать свою, как бы, свой, на самом деле, сервис. Вот раньше этих форм не было, да? То есть, вот, давайте попробуем на еще кого-нибудь обрадовать. Apple, да? Берем. Окей. Мы создали группу Apple. И в этой группе хотим создать сервис. Сейчас я тут украл ссылочку магическую. Вот. Кстати, из блога Mapbox. Вот. Если... Ой. Так, если мы ее просто откроем. Вот. Если мы просто знаем, это tile, да? Тогда путем нехитрых манипуляций мы можем превратить в более универсальную ссылку, где там подставить ZYX и так далее. Вот. Вот. И получив такую ссылку, мы ее просто в этом плагине можем ввести там в удобные формы. Сейчас. Сейчас поменяем. Это не так важно. Вот наш URL. Второй уровень там. Ну и все подложки у него сейчас 38-57. Так. И... Группа, да? Вот наша группа Apple. Окей. Ну да. Он тоже просит иконку. Значит, это раздражает. Давай берем это. Женя. Иконки все время какие-то просит. Окей. И после этого вот у нас Apple подложка и мы можем смотреть, как на Apple это проклятый мой бог все забивает. Вот у нас карта Apple на той же самой территории. Вопрос. Этот модуль поддерживает оверзум? Нет. Он в одну сторону поддерживает. На всякий случай. В одну сторону там он будет поддерживать. То есть понятно. Это вопрос к японцам, потому что автор японского движка не сделал в другую. Значит это было такое... А, и вторая вещь, это кто-то там спрашивал, да, по-моему, как избавиться от лишних подложек. Понятно, что список растет, да. То есть сейчас еще появилась возможность как бы отключать подложки вообще. То есть мы можем взять и скрыть все. Сказать сохранить. И у нас пусто. Нет подложек. А потом можем сказать, ну я только работаю там, не знаю, с моббоксом, который не работает. Работает? Там с Apple и с SM, допустим. С одной подложкой в SM. Остальные какие-то странные. Вот. И они у нас здесь как бы, ну то есть настроили под себя и рады. Вот. А теперь к Илье вопрос. Значит, как сделать так, чтобы он не перегружался? Он на самом деле глубокий вопрос. Потому что наш план генеральный состоит в том, что... Сейчас это модуль для QGIS. Но, в принципе, вот эта репозитория, как бы, ресурс сервисов, он имеет некую ценность универсальную. Потому что те же самые подложки, тем же самыми методами, вы можете использовать их в другом софте. Да? И поэтому наш как бы план генеральный сейчас сделать сервис с неким public и private API, где люди смогут, обращаясь к нашему вот этому репозиторию подложек, забирать его во любые другие приложения. Модуль выделится в отдельное юридическое лицо. Да. Его можно... Желательно. Да, да, да. Продать здесь на битадорке. Чего? А почему нельзя, например, слаблокс и просто как парик у GitHub не хранить? Это уже хранится на GitHub. То есть сейчас оно на самом деле... Сейчас оно так и хранится. То есть если вы пойдете на... Илья, а сколько программ можно забирать, например, с GitHub и сразу там использовать? Если вы пойдете на наш GitHub... Кроме GitHub. И как часто в России GitHub банят? Контрибюты. Многие стоят как CDM. Сервисы. Сервисы. Вот тут Data Sources. Вот эти сорсы. А мобильные тоже будут? Сейчас все перечислены, да? Ну каждый набор данных, это просто набор метаданных и иконка на самом деле. Вот в этом между данных тут все очень просто. Но соль того, что... Инид. Инид, да. Серьезно? Ну, сори. А что, держать сон больше нравится? На самом деле более серьезный вопрос. Не буду подумать. Но можешь спросить? Если предполагается это использовать в все более и более широком наборе софта. Например, несколько серверов. То есть надо четко описать формат этой строки. Зачем? Или это просто произвольная строка? Нет, это не произвольная строка. Это спецификация как это? Слипи-мэп, да? Строка сама по этой спецификации? Нет, строка вообще не причем. В этой строке должны быть основные. Ключевой маркер. Икс, 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 икс. Икс, 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 икс. Не, не обязательно все. Во-первых, там могут быть поддомены. Например, как в OSM, ABC икс. Ну да, да. Во-вторых, там могут быть... Их множество там бинги. Там может ключ подставлять. Там много чего. Кладки, да. Там много вариантов. Это зависит от процесса, который это отдает. Вот он говорит, я буду отдавать, да, ну вот так. Единой спецификации этого нету. Единой спецификации этого нету. То есть, если кто-то подтягивает себе этот репозиторий, он должен либо все разнообразие методов, уже примененное, поддерживать, либо часть у него не заработает. Ну, тот, кто подтягивает этот репозиторий, должен показывать TMS, либо BMS, либо там еще что-то. Да? Вот, понятно. Если он это не умеет делать, то ему вот это будет вилькиной грамотой. Ну, так как мы подозреваем, что весь информационный софт так или иначе это может делать, то он думал, окей. Вот. А вот эти квадки, например... То есть, квадки обязательно софт должен быть готов генерить? Ну, и в этот шаблон вставляешь? Ну, как бы знать, как его обрабатывать. Это уже не наша задача. Обучать софт, читать информат будет не наша задача. Наша задача сейчас сделать сервис, сделать паблик какой-то API для того, чтобы получать эти данные. На самом деле, вот Илья правильно спросил, он на самом деле уже сейчас есть и обновление, кстати, без перезагрузки осуществляется очень просто. Ты говоришь загрузить сервисы, получить дополнительные источники данных. Если на GitHub лежит обновление, релиз этого... Илья ушел? А, здесь. Вот. Он говорит, все, успех. Нашла успех. Откуда он грузится? С GitHub? Ну вот. А? Откуда грузится? С GitHub. Вот. Но ничего хорошего в этом на самом деле нет. Потому что это некий барьер для пользователей, для того, чтобы участвовать со своими подложками. Как показывает практика. Вот. Кнопочку там. Контрибьют. А? Там, где вводят. Это все. Это все... Макс, я как раз только Паула написал. Теперь ошибка в твоей мозге проявляется. Спасибо, Максим. А, да, видишь, мы даже это не чинили, но она починилась. Это просто такая самая реклама. Такими крутыми программами. Ну вот. Поэтому нужен все-таки паблик такой сервис. На наш взгляд. Он может как-то там... Он может быть... Ну, как бы работать с GitHub, но для обычного пользователя, еще более обычного пользователя не нужен. Он просто такой... такой фронтенд, где он может те же самые формы заполнить. Либо просто получить ссылку, которую вставить там куда-то себе в софт. Ну, вот такие операции какие-то выполнять. Вот это наша такая завиральная идея. Потому что... Сейчас это тоже только подключено в QGIS, но, естественно, наш там другой софт тоже это будет подключаться. Вот. А тайловую схему там сейчас нельзя менять, да? Нет, он только одну, по-моему, поддерживает. Ну, просто если кому-то захочется подключить сервис прекрасного софта геосервера, то ничего работать не будет, потому что у геосервера прекрасная тайловая схема, где X идет наоборот. Нет, погоди. X можно... Нет, Y идет наоборот. Y можно менять. А, Y. Y идет наоборот. Нет, это ты можешь поменять. Y можно менять, да. То есть ты можешь здесь пойти в редактирование, здесь такой есть параметр. Вот он как раз не с LGMM, а он уже... Да, 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 да. Нет, оно развивается, оно потихонечку там обрастает какими-то такими кастомными вещами, проекциями, поддержки. Да, 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 да. Это все можно постепенно сделать. Но идея в том, что вот этот центральный репозиторий, и оттуда все забирается. Понятно? Кто ничего не понял? Кто ничего не понял? Вот. Ну и последняя штука, Qtiles. Так, Qtiles. Ну, кто пользуется Qtiles? Макс, ты не веришь? Я один раз пользуюсь. Один раз пользуюсь, да. Слушайте, вы просто не поняли, наверное, что это такое? Это как бы убийца Mapbox студии. Потому что люди любят делать карты, как бы, и не хотят какие-то еще инструменты изучать. Они хотят прямо лично генерировать свою карту, раскрасить ее красиво там. И... По скорости. Что по скорости? Ну, хорошо. Два дня. Просто, если коротко, раньше, как бы, ответ на вопрос, как мне карту из Qtiles, заглядите в джонсон. Это... Сохрани ее в файл для Map-сервера, запусти... Да, да, да. А у тебя есть Qtiles, ты нажимаешь кнопку и получаешь? Qtiles это генератор тайлов на основе вашего проекта. То есть у вас есть некий проект, а вы хотите его отрендерить в пирамиду тайлов. Вот. Причем отрендерить с учетом стилей, так как они заданы в вашей GIS. То есть у GIS это... Ну, можно задавать разные стили на разные уровни приближения, но это фактически такое визуальное редактирование некого стиля, как это делается там во всяких ваббокс-студиях и так далее, да? То то же самое можно делать Qtiles, только полностью визуальным способом. Там никакого кода и ничего такого не надо. Вот. И Qtiles способ отрендерить это и бросить в... Ну, набор тайлов бросить в другое приложение. Вот. То есть сейчас там, например, можно там наше мобильное приложение... Да, да, да. И это все работа, как бы, ну, не только моя. Тут много людей, как бы, там все участвует. Вы не думайте, что это там я. То есть это не GIS проект? Да, да, да. Это один человек делает, когда у нас другой человек делает, это... Это тоже один человек делает. Отлично. Слушай, я два... Вам презентацию, да? Я это сделал? Я вот это сделал, вот это сделал. А вот это заставил сделать. Да, да. Хорошо.